Китайское российское сотрудничество в Доме народных собраний прошла церемония открытия годов российских и китайских СМИ. Пресс-конференция Владимира Путина президент России за 3 часа 10 минут ответил на 47 вопросов СМИ. Атомный прогресс Китай строит Хуалун-1, передовой ядерный реактор собственной разработки. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев, лидеры правительства двух стран выступили с приветственной речью, подвели итоги перекрестных гуманитарных обменов и наметили направление для будущего сотрудничества. 2016 и 2017 объявлены годами китайских и российских СМИ. Задача укрепления информационного взаимодействия между двумя странами. Оно подразумевает сотрудничество между профильными министерствами, подготовку специалистов в области СМИ, совместные проекты по производству фильмов, сериалов и телевизионных программ, а также проведение крупных мероприятий, среди них запуск первого канала в КНР и проведение второго китайско-российского медиа-форума в КНР. Кирючук Патстрович о своем желании участвовать заявили практически все направления масс-мидия. К ним готовы присоединиться и книгоиздатели, и продюсеры, и режиссеры кино, самого разного, причем кино и художественного, и документального. У проекта есть еще одна важная особенность, как мы говорим в России, некоторая изюминка. Благодаря журналистам мероприятия станут доступны для любой аудитории. А в медиа-форумах примут участие крупнейшие китайские и российские телеканалы, информационные агентства, радиовещательные корпорации, газеты и журналы. СМИ играют ту самую важную роль в том, чтобы наши народы, особенно молодежь, стали лучше относиться друг к другу. Благодаря этому мы сможем построить прочный мост и навести крепкие контакты между двумя странами. Ранее днем в Доме народных собраний составилась официальная встреча премьера госсовета Канарли Катьяна и российского премьер-министра Дмитрия Медведева. Глава китайского правительства подчеркнул необходимость укрепления двусторонних отношений, особенно на фоне непростой международной обстановки. Стороны договорились довести объемы торговли до 200 миллиардов долларов США к 2020 году. Во время встречи также были обозначены важнейшие сферы взаимодействия – экономика, финансы, гуманитарные обмены и обеспечения безопасности. Сразу после переговоров лидеры правительств двух стран приняли участие в церемонии подписания договоров о сотрудничестве. Всего было заключено свыше 30 соглашений в областях энергетики, инвестиций, финансов, высоких технологий, образования и туризма. Отметим, главы правительств Китая и России проводят регулярные встречи с 1996 года. Эти переговоры уже 20-е по счету. В Пекине открылся китайско-кыргызский инвестиционный форум. Он проходит в рамках официального визита премьер-министра Кыргызстана Темира Сарьева в КНР. Главная цель мероприятия – открыть новые бизнес-возможности для жителей обеих стран. Среди участников форума – министр экономики Кыргызстана. По его словам, кыргызское правительство стремится сократить административные барьеры для всех инвесторов. В стране самая либеральная налоговая система среди стран-соседей – дешевая электроэнергия и рабочая сила. Делегация бизнесменов из Кыргызстана привезла в Пекин презентацию об инвестиционных возможностях в стране. Премьер-министр Темир Сарьев пообещал, что обеспечит китайским невестрам самые благоприятные условия для ведения бизнеса. Я могу так сказать. Кыргызская республика нуждается, потому что мы находим сейчас в транзитном периоде. Нуждается в больших инвестициях. Нам надо развивать нашу инфраструктуру. Это ирригация, это логистические центры, это автомобильные дороги, это железная дорога, это авиасообщение, это создание инфраструктуры вдоль экономического пояса шелкового пути. И все это даст возможность нам быть вовлеченным в этот процесс и использовать те ресурсы, которые может дать Китайская Народная Республика. И поэтому мы приветствуем такое решение и будем создавать самые благоприятные условия, защищая инвестиции бизнесменов из Китая, создавая для них самые благоприятные условия. Мы думаем, что сделаем наши отношения более тесными и более глобальными. Владимир Путин в одиннадцатый раз провел большую приз-конференцию за 3 часа 10 минут. За это время глава государства ответил на 47 вопросов. В первый час пресс-конференции Путин говорил о текущей экономической ситуации в России, действиях правительства, а также уделил значительное внимание международной повестке, отношениям с Турцией, действиям России в Сирии, обстановке в Украине. Следующие два часа пресс-конференции в большей степени были посвящены вопросам внутри российской повестки. Всего пресс-конференция продолжалась около 3 часов 10 минут, отметим в этом году, для участия в пресс-конференции аккредитовали рекордное число журналистов – 1390. Трагедия о традиции ежегодных встреч президента и представителей СМИ появилась в 2001 году. Глава государства сам решает, когда завершить встречу. Рекорд самый долгий пока держит пресс-конференция 2008 года, когда Путин отвечал на вопросы 4 часа 40 минут. Китай выразил неудовлетворение в связи с планами США поставить оружие Тайване. Американский конгресс одобрил сделку стоимостью 1,8 млрд долларов. В Пентагоне заявили о готовности поставить на остров два фрегата, противотанковые ракеты, боевые машины-амфибии и другое оборудование. Это станет самой крупной сделкой по продаже оружия Тайване за 4 года. Пресс-секретарь Министерства обороны Канарьян Юй-Дюнь заявил, что тайваньский вопрос касается суверенитета и территориальной целостности Китая. Его страна выступает решительно против продажи оружия Тайваню каким-либо иностранным государством. Военный чиновник обвинил Вашингтон в нарушении принципов трехкоммунике. Вмешательство во внутренние дела Китая нанесли нанесение ущерба его суверенитету и безопасности, а также отношением берегов Тайваньского пролива. По словам Ян Юй-Дюня, решение США также отразится на отношениях Пентагона с силовыми структурами КНР. Он призвал Америку аннулировать сделку и прекратить военные контакты с Тайванем. По поводу продажи США оружия Тайваню, заместитель министра иностранных дел КНР Джен Цзегуан вызвал к себе второго по рангу американского дипломата в Пекине Каэ Ли. Зам. Главы китайского МИДа назвал Тайвань неотъемливой частью Китая и выразил решительный протест в связи со сделкой. Сегодня на пресс-конференции в Пекине официальный представитель ведомства Хон Ли повторил позицию своей страны, призвав Вашингтон следовать подписанным ранее коммунике. Дипломат отметил разные аспекты достигнутой договоренности, в том числе по статусу Тайваня. Никто не может поколебать твердую решимость правительства и народа Китая, защищать суверенитет и территориальную целостность своей страны и противостоять иностранному вмешательству. Мы требуем, чтобы США ответственно придерживались духа трех коммунике, отменили запланированную сделку по продаже оружия Тайваню и приносили бы больше пользы китайско-американским отношениям и мирному развитию двух стран. В сделке по продаже оружия Тайваню участвовали американские компании. Это нанесло серьезный удар по суверенитету и безопасности Китая. Китайское правительство и наши предприятия не будут сотрудничать с этими компаниями или вести с ними бизнес. Федеральная резервная система США повысила процентные ставки на 25% пунктов. Сейчас они составляют от четверти до половины процента. ФРС впервые повышает ставки за последние 9 лет. Регулятор аргументировал улучшением ситуации на внутреннем рынке труда и вескими надеждами на инфляцию в 2%. В ближайшее время Федрезерв продолжит придерживаться мягкой монетарной политики и стимулировать занятость. Ахмед Сулейманов продолжит тему. 6 юаней 46 феней за доллар. Таков результат восьмидневной непрерывной девальвации. Это самый длинный период снижения курса китайской валюты по отношению к американской с июня. Аналитики называют основной причиной явления повышение Федеральной резервной системы США базовой процентной ставки. Впервые с 2006 года ФРС подняла ее с исторического минимума 0,025% до уровня 0,25-0,5%. Процентные ставки в США начали расти. Это может привести к масштабному возвращению ликвидности в страну, так как любые инвестиции там теперь будут приносить более быструю прибыль. Это создает определенное давление на отток капитала из Китая, который тянет курс юаня вниз. В то же время обозреватели называют эту тенденцию краткосрочной. В более длительной перспективе операции со ставками в Америке сильно не отразятся на разнице курсов. Если китайская экономика сумеет сохранить ровный ход, а движения капитала и международные расчеты также будут относительно сбалансированы, то есть не будет большого торгового дефицита, у юаня не будет наблюдаться значительного снижения в течение длительного времени. Между тем, решение Федрезерва значительно отражается на монетарной политике Китая. Эксперты уверены, что этот шаг Вашингтона перекроет путь вниз процентным ставкам в КНР. У коэффициента обязательных резервов же вероятность снижения куда выше. Сильного влияния на экспорт и импорт Китая обозреватели не прогнозируют. «Наша валютная корзина в целом относительно стабильная. Позиции юаня ослабли по отношению к доллару, но это из-за того, что доллар усилился. По отношению к другим валютам юань не обязательно ослабнет. Поэтому в целом это не отразится на экспорте и импорте». Несмотря на это, часть аналитиков советует коммерсантам принять меры предосторожности, воспользоваться долгосрочными инструментами рынка Форекс, по возможности использовать юани в международных расчетах, перевести часть капитала в доллары или другие крепнущие валюты. Особенно нужно остерегаться рисков на рынках быстрорастущих экономик. Следующий большой шаг в развитии китайского интернета – это охват деревенских районов Китая, считает основатель гиганта онлайн-коммерции Али Баба. «Мы работали на Таубау больше десятилетия, и теперь у нас около 300 миллионов пользователей. Но большинство китайцев живут в провинции, и это прекрасный шанс. Без интернета потенциал деревни никогда не раскроется. Фермеры получают свое распоряжение телефона еще до знакомства с компьютерами. Так вот, сегодня большинство мобильников – это компьютеры и есть. Так что я думаю, если мы с помощью онлайн-коммерции сможем реформировать экономику, способы производства в деревенских районах, мы сделаем огромный вклад в развитие страны». Али Баба планирует экспансию не только на внутренние регионы Китая, но и на международный рынок. «Одна из наших главных идей заключается в том, чтобы Али Баба не занималась тем же, на чем зарабатывают местные компании. Мы не будем забирать у них кусок хлеба, а будем помогать им становиться лучше. Если наша компания сможет принести пользу местным потребителям, нашу работу можно будет назвать настоящей глобализацией, а в противном случае получится своего рода окитаевание». Ма выразил надежду, что в ближайшем будущем в числе крупнейших игроков рынка окажется еще больше китайских компаний. Они будут представлять ценности и культуру Китая. Молодые сотрудники смогут поделиться креативностью и готовностью продвигать инновации, отметил Джек Ма. Анна Санегевич, CCTV. В провинции Фудзянь в самом разгаре строительство новой атомной электростанции. На проект возлагают особые надежды. Он позволит Китаю встать вровень со странами, обладающими передовыми ядерными технологиями. Отличительная черта АЭС – реактор Хуалун-1. Это собственная разработка КНР, которой уже интересуются международные корпорации. Сетью расскажет подробнее. Масштабное строительство входит в лишающую фазу. АЭС Фудзинь восходит на западном берегу Тайваньского пролива. Это энергоблок номер 5. Именно здесь монтируют Хуалун-1, передовой ядерный реактор третьего поколения. Установка первых трех из 13 слоев внутренней защитной оболочки уже завершена. Это одна из самых важных частей объекта. Она защищает реактора от внешнего мира. Сначала мы свариваем вместе мелкие детали оболочки, потом перевозим их сюда и устанавливаем на месте. Процесс отлажен, так что сроки строительства мы смогли заметно сократить. В среднем на каждый слой оболочки уходит на треть меньше времени, чем планировалось раньше. Хуалун-1 – первый китайский реактор третьего поколения, охлаждаемый водой потопления. Специалисты отмечают, что отличается он не только высокой надежностью, но и эффективностью. Срок эксплуатации – как минимум 60 лет. Еще один аспект, на котором серьезно поработали китайские ядерщики – это безопасность. Хуалун-1 имеет двойную систему защиты. Она позволяет закрыть реактор практически при любых экстремальных условиях. Конструкторы, правда, подали даже ситуацию с крушением на объект пассажирского лайнера. Степень безопасности реактора оценили в Международном агентстве по атомной энергии. МАКД подтвердили, что Хуалун-1 соответствует всем мировым стандартам. От предыдущих поколений Хуалун-1 отличается наличием двух корпусов – внутреннего и внешнего. Инженеры добавили и пассивную систему защиты. Новый реактор может выдержать восьмибанные землетрясения и сильные цунами. Такой дизайн разработали, учитывая опыты нескольких аварий, в том числе на АЭС Фукусима. Реакторы продолжают производить энергию из продуктов радиоактивного распада даже после остановки цепной реакции. Поэтому необходимо удалять это тепло, чтобы избежать расплавления активной зоны реактора. Если активная система безопасности останавливается, автоматически активируется пассивная, то есть охлаждение идет и после полной потери электропитания. Такие аварии, как на Фукусиме, здесь исключены. Можно сказать, что технология Хуалун-1 – одна из самых безопасных в мире. Хуалун-1 расработан на основе китайского опыта исследований, проектирования, производства, строительства и эксплуатации в сфере ядерной энергетики за 30 с лишним лет. После аварии на Фукусиме в исследовании системы безопасности инвестировали почти 2 миллиарда юаней, но расходы на само строительство реактора куда меньше. Тем временем Хуалун-1 продолжает укреплять свои позиции на китайском и международном рынке атомной энергетики. В конце декабря начнется строительство шестого анекоблока АЭС Фуцин и второй очереди Фанчинганская АЭС в Куанси. Кроме этого, правительство в Великобритании одобрило воспитание реактора Хуалун-1 на площадке Блед Уэлл не только от Лондона. Ся Цю, Чен Хао, Си Си Ти Ви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова